Здравствуйте всем! С вами Ультра, и сегодня я покажу вам один нехитрый механизм, который может здорово облегчить жизнь в случае, если вам надо контролировать механизмы. Итак, это, по сути, индикатор. Роль самого блока индикатора будет играть лампа. Я взял белую лампу из Red Power 2. Далее, посмотрим на настройку энергохранилища. На верхней лечке пустое. Red Stone Behavior мы ему ставим Emit и Full. То есть, он будет выдавать сигнал Red Stone, когда оно полно. Теперь, что я делаю? В пульсирующем гейте я задаю следующие условия. Если у нас есть сигнал Red Stone, вот такой факел, то Single Energy Pulse вылезает ровно один предмет. Ну или два, зависит от гейта. Пульсирующий гейт один предмет. Железный гейт почему-то выдает два предмета, а насчет алмазного и золотого я не знаю. Да и черт с ними. Далее, забрасываем в этот сундук предметы. Неважно какие, они все равно будут играть роль проводников. Замечу, что гейт должен стоять вплотную к энергохранилищу. То есть, вот эта деревянная труба должна стоять плотно к энергохранилищу. Соответственно, сундук должен быть расположен от него по диагонали. Здесь, здесь, здесь или здесь. Далее, от сундука отведена труба к другому сундуку, где, собственно, и располагается блок индикатора. В этом сундуке пусто. Здесь заданное условие. Если в сундуке есть предметы, он врубает Red Stone. Все просто. Давайте проверять. Ставим панельку. Видим, пошла зарядка. Гейт сработал. Вот мы видим, item вышел. Оп. Лампа загорелась. Это значит, что хранилище заряжено. Вынимаем предмет. И идем разряжать хранилище. Вообще, такая система полезна не только для слежки за энергохранилищем. За реакторами можно следить таким образом. Допустим, если он нагрет выше определенного предела. Ну, правда, тут понадобится нуклеар контрол, но это уже другая история. Можно следить за сундуками, собственно. То есть, когда он полный, для этого можно просто перековырять здесь условия. Если сундук полный... Инвентари фулл... Значит, у нас появляется единичный импульс. Значит, сундук полный, его надо пилить, опустошать. Куда еще вы можете эту штуку засунуть? Это целиком на вашей фантазии. Ну, а пока... Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Надеюсь, что вам понравилось. Я не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok